делаем тирамису значит сначала мы должны сделать такую кофейную пропитку для наших савоярди палочки савоярди печенье значит для этого мы берем и делаем кофе здесь 320 грамм воды 2 с половиной чайной ложки кофе и 1 столовая ложка сахара пока это горячее мы сейчас выльем в тарелку чтобы остывала быстрее мы здесь же будем пропитывать промачивать наши печенихи когда это остынет мы добавим немножко омаретто для вкуса так значит это мы отставляем это у нас стынет дальше мы должны приготовить такой крепкий кофе я уже ну только что сделала для замачивания желатина желатин мы будем замачивать прямо в этом кофе значит здесь здесь у нас 8 грамм желатина быстрорастворимый здесь у нас 60 грамм воды и 1 чайная ложка кофе сюда мы сахар не добавляем никаких амаретто ничего когда это остынет до комнатной температуры мы просто замочим им желатин и будет набухать дальше значит я использую этот будет остывать сейчас дальше у меня есть маскарпоне он у меня итальянский вообще наверное без разницы какой наверное они все маскарпоне маскарпоне сыр да сыр какая разница так он должен быть комнатной температуры дальше у нас еще три желтка 3 желтка мы сейчас будем взбивать немножко сахара добавим 15 грамм и должна быть уже заранее приготовлено форму куда мы будем уже складывать торт наш собирать она у меня 20 сантиметров диаметр этот рецепт у меня в расчете на 20 сантиметров диаметр значит пока у меня сейчас все остывает чуть позже когда стынет я включу дальше так сейчас мы замачиваем желатин немножко перемешаем просто чтобы равномерно все мы его отставляем сейчас мы ставим сироп варить у меня сто пятнадцать градусов вот уже все приготовлено вода и сахар сейчас поставим варить и одновременно будем взбивать желтки с этим сахаром и потом соответственно кипящим сиропом мы заварим наши взбитые хорошо взбитые желтки так, взбиваем так, взбиваем так, взбиваем так, взбиваем почти белый цвет я переложила наверное, сахаром и взбиваем так, сейчас я взбиваю 107 градусов тут у меня уже 108 градусов так так, желтки взбились очень хорошо придется мне здесь заваривать, потому что здесь как раз очень удобно а там все размазывается так, ну вот, желтки взбиты очень хорошо и теперь и теперь и теперь взбиваем до остывания и до увеличения в объеме большого. Значит, у нас получилась вот такая заваренная масса желтки. Надеюсь, там видно. Так, она заварилась очень хорошо, уже почти остыла. Теперь сейчас мы сюда добавим частями наш маскарпоне охлажденный. И будем взбивать на медленной скорости. Прямо здесь. Так, и так вот до конца. Значит, здесь уже маскарпоне есть. Дальше мы наш набухший желатин выложим на ситечко, чтобы с него слилось все лишнее кофе. Нам кофе, как жидкость, нам здесь не нужно. Все, что останется в ситечке, мы распустим. Ну, я это сделала в микроволновке. И аккуратненько добавим сюда, введем. Будем венчиком. Так, вот желатин распустился очень хорошо. Мы добавляем сюда и венчиком замешиваем. Так, все это готово. Значит, теперь мы взбиваем сливки до устойчивых пиков. Очень хорошо взбиваем сливки и соединяем тоже венчиком. Ну, молодец. Значит, вот сливки у нас взбились. Вот так, очень хорошо взбились, то есть очень плотно. Так, и теперь мы добавляем в нашу вот эту взбитую маскарпоновую желатиновую массу. Мы добавляем и венчиком здесь не взбиваем, а просто перемешиваем. Так как у нас там есть желатин, и он уже начинает работать, надо очень быстренько успеть все закончить перемешивать. Масса просто густеет прямо на глазах. Вот почему должна быть готова заранее форма подготовлена. Или поднос, или тарелка, то есть все должно быть приготовлено. Потому что мы сейчас сразу будем уже замачивать наши печенюшки в подготовленном остывшем кофейном пропитке в кофейной. Не забыть туда добавить амаретто. Это обязательно, иначе вкус получится, ну, какой-то, ну, ни о чем уж. Все, тут все готово. Сейчас будем дальше пропитывать. Так, теперь берем печенюшки. Верхняя сторона у нас сахарная остается. И на счету так, раз, два, три. Все, достаточно, иначе она совсем размокнет. Раз, два, три. И просто выкладываем здесь дно дно. Донышко. Раз, два, три. Так, чуть позже покажу. Так, получилось вот. Мы не кладем впритык к бортику, чтобы зазор был. Чтобы там у нас крем будет. И будет потом готовый торт смотреться красиво. Получается, на одну форму идет семь штук. Ну, можно воткнуть туда, вот сюда еще. Восьмой, как-нибудь бочком. Можно, но семь штук тоже нормально. И часть нашей маскарпоновой массы мы сюда выкладываем. И очень аккуратненько разровняем. Стараемся во все вот эти вот наши свободные места попасть. Чтобы полностью, чтобы без всяких пузырей воздуха, без всего. Ну вот, очень красиво получилось. Теперь мы сверху сейчас делаем второй ряд точно так же. И точно так же сверху заложим оставшиеся массы нашей. Замазали все. Аккуратненько разровняли. Теперь убираем в холодильник. Ну, часа на два, может на полтора. Ну, или как время позволяет. Можно часа на полтора, а потом будем вынимать из формы. Так, значит, теперь посыпем немножко какао сверху. Можно, не немножко, а немножко. Сверху еще можно сделать какие-нибудь украшения взбитых сливок. Или если тирамисо останется, сам крем маскарпоновый. То можно сделать из них. Посадить какие-нибудь кренвилечки. Вот так красивые, зубчатые трубочки. Так, ну, попробуем вынуть. Значит, у нас прошло полтора часа сейчас. Тоже стоял в холодильнике полтора часа. Так, наверное, он потянулся. Вообще, можно было изначально проложить ленту бордюрную, чтобы форму вынуть и ленту просто снять. Ну, в принципе, тут ничего такого нет. Можно сделать вот так. Ну, вот, в общем-то, ну, вот здесь вот дырочка мы ее сейчас поприкроем. Вот здесь вот виден брак у нас. Ну, это если бы это было бы для ресторана. Ну, тут тоже немножко брачок. Значит, мы печенюху придвинули слишком близко к форме. Ну, здесь, собственно, тоже. Ну, вот, все. Теперь можно наслаждаться. Прекрасный тирамисо. Прекрасный торт тем, прекрасен, что не надо ничего выпекать. Если нет печенюшек, конечно, можно выпечь бисквит. Ну, и печенюшки продаются везде. Все прекрасно, все вкусно. Средние пропитаны чуть посильнее. А если нижние пропитать так же, то они потекут. Это уже было. Так что не надо их сильно пропитывать. Нижние, а средние можно посильнее. Вот, наивкуснейший. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok